В городе Дондушень на территории бывшего мясокомбината прошли командные спортивные игры в пейнтбол. В гости к дондушенским пейнтболистам приехали повоевать любители этой военно-спортивной игры из Кишинева, Тирасполя, Сорок и Страшень. О такой большой коллективной игре пейнтболисты дондушенского клуба «Свом» мечтали давно и это свершилось. Цель нашей сегодняшней миссии объединить все клубы Молдовы. Ищем новых друзей, ищем новые знакомства. К нам сегодня приезжают из очень многих районов, из Сорок, из Неспарен, из Кишинева, с Тирасполя. Согласно легенде, я думаю, будет интересная игра. Название пейнтбол происходит от английского «шар с краской», а оружие для стрельбы называется пейнтбольными маркерами. По статистике эта игра является самой безопасной, поэтому пейнтбол могут играть все желающие. Игра настолько увлекательна, что даже женщины берутся за организацию пейнтбольных клубов. От Кишиневского клуба мы узнали, что в Дон Дюшанах существует клуб по игре в пейнтбол. И мы в Сороках тоже открыли такой же клуб. Называется он «Амазонка», в связи с тем, что я являюсь учредителем этого клуба. И все-таки надеемся, что больше женщин будет играть в эту игру, и девушек привлекаем. Я думаю, что наши девушки не испугаются и будут все-таки играть, и с каждым годом их будет становиться все больше и больше. И так как наш клуб называется «Амазонка», то мы приглашаем девушек к нам. Но все-таки среди желающих получить порцию благотворного адреналина больше мужчин. «Сам занимаюсь пейнтболом уже практически год. Позвали друзья поиграть. Понравилось. Появились уже общие друзья. Появились друзья с Кишинева, с Террасполя. Сейчас ребята должны подъехать. Довольно интересная игра. Маневры бывают очень большими. Был в Харькове тоже. Ребята наши ездили в Харькове, первое место взяли. Весело, интересно. Та же детская войнушка, только для взрослых, как говорится. В ходе игры, по легенде, для всех команд нужно было захватить курьера с картой, по ней найти бомбу и с ее помощью добыть ученого, занимающегося в лаборатории новыми видами оружия массового уничтожения. Команды были разбиты на патриотов, красных и желтых анархистов. И началась самая настоящая война со стрельбой и одиночными, и очередями. При попадании шарика окрашенный игрок поднимал руки и выходил из зоны боевых действий отмываться и очищаться от краски. В додушеской команде, наравне со взрослыми игроками, смело рвался в бой и юный пейнтболист. Я воюю уже здесь третий год. Ходим тут с ребятами, воюем против старших. Хорошо, что есть люди, которые открыли этот клуб. В ходе напряженных боев, все поставленные задачи выполнить не удалось, так как световой день закончился довольно быстро. А игра в пейнтбол в темноте не предусмотрена. Главная же цель все-таки была достигнута. Пейнтболисты из разных городов и районов объединились, нашли общие точки соприкосновения, появилось много друзей. А это значит, что будет еще много больших игр по всей республике. О!